Россия устанавливает блокаду украинских портов, почему африканские страны недовольны Путиным, важнейшая роль украинской железной дороги в войне и как в Испании не случилось ультраправого ренессанса. С вами Анна Кузнецова, вы на канале Объектив. Тут мы каждый день делаем обзоры мировой прессы. Ставьте лайк этому видео, а мы начинаем. В войне в Украине важнейшую роль играют украинские железные дороги. По ним снабжают войска, вывозят подальше в тыл раненых солдат и мирных граждан, которые спасаются от войны. Об этом новый материал Die Welt. Укрзалезница, которая занимается в Украине железнодорожными перевозками, сейчас важна как никогда. Она дает связь между Украиной и западным миром. В значительной степени именно по железным дорогам везут из Польши западную военную помощь. Вообще для украинского перевозчика транспортировка грузов важнейшее направление. Объемы военных перевозок там не раскрывают, а невоенных товаров украинские железные дороги перевозят порядка полумиллиона тонн в день. Это огромная цифра. Для сравнения, столько весят почти 9 тысяч танков Leopard 2. Из-за того, что по украинской железной дороге можно надежно и быстро доставлять необходимые фронту грузы, она становится одной из главных целей российских ударов. Они время от времени выводят из строя участки железнодорожного полотна. Но движение быстро восстанавливают. Обычно на ремонт требуется не более нескольких часов. Помогают два фактора. Слаженная работа ремонтных команд и то, что на складах есть готовые детали для быстрого восстановления дороги. При этом военные поставки не сильно мешают гражданским перевозкам. Ежедневно в поездах дальнего следования по украинским железным дорогам ездят до 100 тысяч человек. В пересчете на численность населения это примерно в полтора раза больше, чем в России. А в недавно освобожденных районах страны такой транспорт вообще зачастую бывает единственным. Автодороги в прифронтовых районах часто находятся в куда более худшем состоянии, чем железнодорожные пути, которые, как я уже сказала, ремонтируют гораздо быстрее. Также железная дорога критически важна для вывоза раненых с фронта. Санитарные поезда доставляют тяжелораненых бойцов ВСУ в больницы крупных городов, например, Киева и Львова. Многим из них нужна срочная квалифицированная помощь. Часто ее начинают оказывать уже в поезде. Когда санитарный состав подъезжает к вокзалу в Киеве, его уже ждут несколько десятков машин скорой помощи, которые развозят раненых по госпиталям. Все проходит в режиме секретности. Во-первых, российские войска часто бомбят гражданские объекты под предлогом того, что они используются для военных целей. Кроме того, украинское командование в целом не распространяется о числе своих убитых и раненых солдат. Железная дорога играет в Украине своеобразную дипломатическую роль. Все дело в том, что западные лидеры, желающие посетить Киев, около 12 часов едут от польской границы на поезде, ведь небо над Украиной все еще закрыто для авиаперелетов. 12 часов туда, день на встрече, 12 часов обратно. Политики, которые приезжают в Украину, больше всего времени проводят именно в поездах. Поэтому руководство украинских железных дорог готовит им особый прием. Пока политики находятся в своих вагонах, железнодорожники посылают им невербальные сигналы. Например, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц еще летом 22 года приезжал на встречу с Зеленским, его купе украсили тканью с леопардовым узором. Так руководство железной дороги намекало на поставки Украине знаменитого немецкого танка. Во время визита в Киев президенты Германии Франка Вальтера Штайнмайера в его купе принесли пышный букет ирисов. Тогда Украина очень нуждалась в системах ПВО Айрис-Т. Теперь и танки Леопард, и система ПВО Айрис-Т, и другая западная техника стоят на вооружении ВСУ. В 517-й день вторжения расскажу, как российская армия расширила свой плацдарм в наступлении между Купинском и Лиманом, а ВСУ продвинулись под Бахмутом и на юге. Продолжается российское наступление на самом северном участке фронта между Купинском и Лиманом. Позавчера в итоговой сводке мы подробно говорили о целях этого наступления. Если коротко, российская армия пытается здесь выйти на более выгодные рубежи. За последние два дня она несколько расширила свой плацдарм на реке Жеребец. Сейчас в глубину он занимает около 4 километров, а в ширину около 7. Под Бахмутом продолжается наступление ВСУ. За последние два дня украинская армия вплотную подошла к селу Андреевка. Здесь ВСУ медленно прогрызают оборону противника между Клещеевкой и Курдюмовкой. Сейчас это главные центры обороны российской армии к югу от Бахмута. За последние два дня ВСУ также отвоевали несколько позиций российской армии у сел Работина и Жеребянки. Но глобально ситуация в зоне украинского наступления не меняется. ВСУ концентрирует усилия, чтобы добиться решающего перевеса в артиллерии. Но пока его нет, и российская артиллерия мешает ВСУ продвигаться вперед. Сейчас война вышла на ту стадию, когда большие бронегруппы вообще не обеспечивают продвижение фронта. Прифронтовые полосы настолько насыщены разведывательными дронами и артиллерией, что уничтожить какую-то большую бронегруппу даже легче, чем танки или боевые машины пехоты поодиночке. Поэтому сейчас здесь идет артиллерийская война, когда обе армии стараются уничтожить больше неприятельских пушек, чем противники. За последние два дня ВСУ смогли уничтожить как минимум один контрбатарейный комплекс «Зоопарк». Это такое специальное вооружение, которое засекает выстрелы украинских пушек и передает их координаты артиллеристам. Вчера российская армия нанесла серии ударов дронами «Шахет» по портам Украины на Дунае – Рени, Измаилу и Килии. Эти три очень небольших речных порта – единственные, которые давали Украине доступ к международной морской торговле. Торговые суда с украинским зерном выходили из них по Дунаю в море по безопасным от российских ударов территориальным вводам стран НАТО – Румынии, Болгарии и Турции. То есть заблокировать эти порты физически Россия была не в состоянии. Но если такие удары смогут разрушить и без того небольшие терминалы дунайских портов, то торговля через них прекратится. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эти удары актом продовольственного терроризма. А более крупные морские порты – Одессу, Черноморск, Николаев – Россия бомбит крылатыми ракетами Ха-22 и Оникс. Вчера спикер украинских ВВС признал, что украинским ПВО сбивать их почти невозможно. Ха-22 обрушиваются на цель с большой высоты на огромной скорости. Локаторы ПВО засекают их в тот момент, когда на сбитие уже не хватает времени. А Ониксы, наоборот, подлетают к цели очень низко – до 7 метров над уровнем земли или моря. Из-за этого локаторам ПВО также очень сложно их засечь. Вчера мы рассказали о новой атаке беспилотников на Москву. Один дрон попал по бизнес-центру на проспекте Лихачева. Обломки второго нашли на Комсомольском проспекте у дома 17. Спустя сутки появилось больше подробностей о произошедшем. Власти Украины официально не комментировали атаку дронов, хотя источники украинских СМИ утверждают, что нападение подготовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Расследователь Беллингкэт Христо Грозев обратил внимание, что в той части Комсомольского проспекта, где упал беспилотник, находится несколько военных объектов – военный университет и сверхсекретные подразделения Главного разведывательного управления, в том числе их штаб Кибератак. Также вчера появились сообщения о еще одном беспилотнике. Дрон вертолетного типа упал на центральном кладбище Зеленограда, но взрывного устройства на нем не было. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал отремонтировать поврежденные атакой беспилотника окна в квартирах на Комсомольском проспекте. Однако жители Хамовников жалуются на местный жилищник, который отказывается ликвидировать ущерб. Мол, не мы же беспилотник послали. Это уже третья атака дронов на Москву с начала мая. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос, работали ли над Москвой системы ПВО после майского налета, сказал, что его надо задавать Министерству обороны. А вчера вечером стало известно о еще одном упавшем беспилотнике в поселке Первомайское в Новой Москве. Взрывного устройства на нем не было. Как сообщили РИА Новости, обошлось без повреждений и пострадавших. Журнал WIRED пишет об одном из важнейших ресурсов в войне в Украине. О данных. Современная техника и продукты основаны на сборе огромного количества данных из реального мира. Для IT-продуктов, связанных с войной, данные получать непросто. Все-таки воюют в мире меньше, чем заказывают такси или пишут твиты. Но полномасштабная война в Украине такую возможность, к сожалению, дает. И многие западные компании ее стараются использовать. Конечно, главная сфера в IT-оборонке – это дроны. Один из производителей дронов, который сейчас работает в Украине – это компания Dragonfly. В Северной Америке их беспилотники работают в мирных целях. Доставляют медицинское снаряжение в труднодоступные места или же снимают с высоты на фото и видео автомобильные аварии, чтобы облегчить работу полиции. В Украине их используют, чтобы искать людей в завалах зданий после ракетных обстрелов и обнаруживать мины в полях. Другая компания Brink производит дроны Lemur, которые умеют пробивать окна и залетать внутрь зданий. В США их применяют полицейские во время шутингов. В Украине их, как и Dragonfly, используют при разборе завалов. В процессе своих полетов дроны, как и любой IT-продукт, постоянно собирают данные о своей работе, а их производители еще и получают фидбэк от операторов. Все это можно использовать для создания новых версий дронов. Brink уже выпустила вторую версию Lemur с улучшениями, основанными на их работе в Украине. Многие компании и их руководители обосновываются в Украине надолго, а некоторые даже предоставляют правительству и армии свои услуги бесплатно, потому что доступ к данным с поля боя это уже достаточно выгодно. В начале войны украинская армия была рада любой помощи от западных компаний. Даже те стартапы, чьи проекты в США отверг Пентагон, в Украине получали возможность протестировать свои продукты на линии фронта. Украинское правительство тоже начало прекрасно понимать ценность данных, которые можно получить на поле боя. Теперь просто так западным компаниям доступ к этим данным не дают, нужно в обмен предоставить что-то полезное для Украины. Помимо этого, украинские чиновники хотят развивать подобные компании в самой Украине. Платформа Brave 1, через которую оборонные IT-компании предлагают свои продукты армии, первые два месяца своей работы была открыта только для украинских компаний. Александр Борняков, замминистра цифровой трансформации, надеется, что после войны украинские компании смогут предлагать всему миру такие IT-продукты, которых не будет больше ни у кого. К тому же крепкая оборонная IT-индустрия поможет Украине защититься от российской агрессии в будущем. Мы в объективе каждый день мониторим мировые СМИ, чтобы приносить вам самые интересные темы, которые в них обсуждают. Наш канал постоянно растет, в том числе благодаря вам, нашим подписчикам и спонсорам. Кстати, если вы еще нас не поддерживаете, можете перейти по ссылке в описании на Patreon или Boosty и выбрать, сколько вы готовы нам жертвовать в месяц. Мы благодарны каждому из вас. Спасибо! На этой неделе в Петербурге состоится саммит Россия-Африка, вести который будет лично Путин. Туда пригласили лидеров почти всех африканских стран. Вот только, как утверждает Financial Times, не все из них довольны Путином. В первую очередь африканских лидеров волнует зерновая сделка. Сейчас на востоке континента засуха, с урожаем проблемы. Тут еще в Кремле вышли сделки, после чего зерно резко подорожало. Путин, конечно, уверяет, что подлые англосаксы просто шантажировали Россию и вообще забирали все зерно себе. Но, как и всех остальных, африканских лидеров это тоже не убеждает. Главный секретарь Департамента международных отношений Министерства иностранных дел Кении Корир Син Оэи назвал выход России из сделки ударом в спину. А президент Кении Уильям Руто так вообще раскритиковал, что этот саммит, что недавний США-Африка. Он заявил, что их зазывают на такие саммиты с шантажом, мол, отказ будет иметь серьезные последствия. Кто именно так угрожал, он не уточнил, но отметил, что так делать неправильно. О своем участии Руто пока не сообщал. Насчет зерна у Путина есть альтернативный вариант, сообщают источники Financial Times. На деньги внезапно Катара экспортировать российское зерно в Турцию, уже оттуда в Африку. Однако пока это лишь его идеи. Ни Катар, ни Турция желание участвовать в такой сделке, не высказывали. Так что, как считают эксперты, африканские лидеры будут требовать от Путина в кратчайшие сроки вернуться к зерновой сделке. Не все хорошо с другими начинаниями России в Африке. Росатом планировал обеспечить континент дешевым электричеством и построить там несколько атомных станций. Но пока работа идет только над одной из них, в Египте. А ЮАР и вовсе отказался от планов переходить на российский мирный атом. Свои проблемы с Путиным и у президента ЮАР Сирила Ромофоса. Официально ЮАР не поддерживает ни Россию, ни Украину. Но несколько скандалов вызвали гнев стран Запада. Но Ромофоса смог уговорить Путина не приезжать на саммит БРИКС в августе, чтобы не арестовывать его по ордену Международного уголовного суда. А сейчас, скорее всего, будет продолжать продвигать свой мирный план вместе с другими лидерами. План, кстати, включает не только свободное движение по Черному морю, но и подчеркивает важность территориальной целостности. Как отмечают эксперты, африканцам работать с Россией постепенно становится себе дороже. Пока что они придерживаются традиционного нейтралитета, но решение Международного уголовного суда и политическое давление Запада заставляет их выбирать сторону. В ближайшем будущем сильных перемен ожидать не стоит, однако Путин постепенно теряет влияние и в Африке. Месяц назад мы рассказывали, что в Европе все более популярными становятся ультраправые партии. Италия, Финляндия, Германия, Швеция. Во всех этих странах крайне правые либо уже у власти, либо набирают вопросов очень солидные проценты. Рост влияния ультраправых прогнозировали и в Испании. Там их представляет партия ВОКС. Но на прошедших позавчера выборах парламент, как ВОКС, так и правоцентристская Народная партия ожиданий не оправдали. Экономисты Нью-Йорк Таймс рассказывают о результатах выборов и о том, что в Испании будет дальше. Давайте сначала цифры. В Нижней палате Испанского парламента, Конгрессе депутатов 350 мест. Чтобы получить большинство и сформировать правительство, нужно взять 176. Правоцентристы из Народной партии получили 136 мест. Ультраправая ВОКС – 33. Правящие левоцентристы из Социалистической рабочей партии или ИСРП взяли 122 места. Коалиция левых суммар – 31 место. Оставшиеся места взяли региональные партии из Каталонии и страны Басков. Это означает, что технически правоцентристы победили. Но ни правые, ни левые партии не получили большинство. А это уже успех для действующего премьера – социалиста Педро Санчеса. После плохих результатов на весенних региональных выборах он сам объявил досрочные выборы в национальный парламент. Изначально они должны были пройти в конце года. Санчес надеялся предотвратить провал на национальном уровне и, похоже, его ставка сыграла. Все дело в ожиданиях. До выборов и по опросам, и по мнению аналитиков, правые должны были побеждать гораздо увереннее. Народная партия и ВОКС должны были вместе взять большинство и сформировать коалицию. Тогда ультраправые оказались бы частью правительства Испании. Но этого не произошло. Народная партия действительно увеличила число своих мандатов, но в основном не за счет левых, а как раз за счет своих же союзников – ультраправый ВОКС, который потерял аж 19 мест. ВОКС напрягала либеральных политиков Европы. Она выступает против влияния Евросоюза, против ЛГБТ-иммигрантов. Пример Санчес во время кампании атаковал ВОКС и старался ассоциировать с ними своих главных оппонентов – Народную партию. Те в ответ ругали Санчеса за связи с крайне левыми и сепаратистскими партиями. В итоге испанские избиратели переметнулись как раз к двумцентристским партиям. ВОКС уже успела обвинить в своем плохом результате Народную партию. Сами правоцентристы стараются фокусироваться на том, что они все-таки взяли больше всех мест, хоть и не получили большинство. Теперь партиям нужно будет пытаться сформировать правительство. Правоцентристам и ультраправым для этого нужна будет поддержка малых партий, которые они вряд ли получат. Коалиция левоцентристов левых и малых партий более вероятна. Ровно так Санчес и правил последние годы, но тоже не гарантированно. Лидер правоцентристов Альберто Нунис Фейхо может предложить другим партиям поддержать его правительство в меньшинстве, но не очень понятно, зачем другим силам это делать. Вполне вероятно, Испании придется проводить новые выборы в надежде на то, что их результат будет более ясным. В центре Сиднея, некогда центре эпидемии СПИДа в Австралии, почти победили болезнь. За прошлый год там было всего 11 случаев заболевания. Огромный прогресс для района, считавшегося худшим по этому показателю в стране. Теперь от центра Сиднея отстают уже другие районы города, поэтому австралийский эпидемиолог Эндрю Грулич напоминает, что полностью избавиться от ВИЧ можно будет только когда появится вакцина. Чтобы снизить заболеваемость, австралийцы просто воспользовались проверенными методами, делали больше тестов и занимались доконтактной профилактикой. Благодаря этому риск столкнуться с вирусом иммунодефицита человека снижался почти до нуля. В одной из местных групп помощи при ВИЧ считают, что такой прогресс стал возможен благодаря изначальному подходу 80-х годов. Тогда австралийские политики не идеологизировали СПИД, мол, присуще ЛГБТ-сообществу, а стали активно работать с этим самым сообществом, а также наркопотребителями и занятыми в секс-индустрии, чтобы преодолеть кризис. Плюс в Австралии тест на ВИЧ проходят все мигранты, которые хотят долгосрочную визу, в том числе беженцы. Эту меру часто критикуют и не считают эффективной, но если болезнь выявляют, это может стать поводом для отказа в выдаче визы. В России тоже есть похожее правило, но на этом сходства в подходе к ВИЧ заканчиваются. Официально в нашей стране около полутора миллионов людей живут с ВИЧ, и каждый год регистрируется до 100 тысяч новых случаев. Эксперты уверены, что официальные данные занижены, а болезнь встречается намного чаще. Но государство делает вид, что все в порядке. Если в той же Австралии ВИЧ выявлен у 0,1% населения, то в России у полутора. ВИЧ передается множеством путей, чаще всего через половой контакт или при употреблении наркотиков внутривенно. Но наркоманов и гомосексуалов в Кремле не жалуют, поэтому ни о каких программах чистых иголок, как в западных странах, можно даже и не думать. А из-за закона о гей-пропаганде даже частные НКО не могут заниматься доконтактной профилактикой. Плюс, даже когда выявляют ВИЧ, нормальные лечения не всегда предлагают. В стране из-за войны дефицит лекарств. А с терапией вероятность заражения можно снизить почти до нуля. Идеологически все тоже очень плохо. Россия позиционирует себя как антипод Запада и откровенно врет о статистике ВИЧ и СПИДа, а также продвигает ненаучные методы борьбы с ними. Врачи советуют пациентам просто вести здоровый образ жизни, что от болезни, передающейся половым путем, никак не защитит. Вчера Путин подписал закон о запрете так называемой смены пола. Это означает, что теперь в России запрещены операции для трансгендерного перехода и соответствующая гормональная терапия, а также замена гендерного маркера в документах. Также россиянам нельзя будет усыновлять детей или становиться опекунами после смены гендерного маркера и получения новых документов. Запретят и браки при изменении пола одним из супругов. На днях мы рассказывали, почему именно этот закон настолько плох. Посмотрите, если не видели. Вообще Путин вчера подписал много документов, в том числе законы, по которым законодательство об иноагентах надо соблюдать не только самим иноагентам, но и органам публичной власти, любым организациям, и должностным лицам, и физическим лицам любого гражданства. Вчера Илон Маск заменил логотип Твиттера. Теперь вместо изображения синей птички на сайте социальной сети — черно-белая литера Х. Маск отметил, что новый логотип Твиттера еще будут дорабатывать. Многим пользователям такой ребрендинг не нравится — количество мемов на эту тему зашкаливает. В том числе твиттерские задаются вопросом, как теперь называть Твиттер. Может быть, Хвиттер? Ждем ваши варианты в комментариях. Лайк, рехвит, погнали. До завтра.